Чарли Чаплин высмеивал Гитлера до того, как это стало мейнстримом. История фильма «Великий диктатор» Чарли Чаплин. История пишется людьми, а не режимами, армиями или странами. Она создается отдельными личностями, которые творят эпоху. Чаплин отлично понимал это, когда приступал к созданию своей ленты «Великий диктатор». История картины возникла еще в далеком 1937 году, когда Гитлер представлялся многим могучим лидером стремительно развивающейся державы. И лишь некоторые видели этот звериный блеск в глазах художника. Сходство между актером и правителем бросалось в глаза. Рост и вес двух мужчин почти полностью совпадали. Они были одногодками и родились в один месяц с разницей всего в четыре дня. Юность обоих прошла в бедности. Чего уж говорить об этих чарующих усах. К созданию картины приступили 1 января 1939 года. А непосредственно съемки начались 9 сентября, то есть вскоре после начала Второй мировой войны. Фильм стал первой полностью звуковой лентой Чаплина, который всегда плохо относился к звуковому кино, считая его убийцей искусства в кинематографе. Однако прогресс пришел и на его улицу. В фильме два главных героя. Аденоид Хенкель, являющийся прообразом Адольфа Гитлера, и простой еврейский цирюльник, человек настолько маленький и незначительный, что даже имя у этого персонажа отсутствует. Одного и второго, естественно, играет Чаплин. Хенкель – это грозный и амбициозный диктатор вымышленной страны Тамании. Каждым жестом и словом он демонстрирует свою роль во власти. Его слушают, разинув рты миллионы наивных таманцев, принимая на веру все, что он скажет. Только что Хенкель умянул еврейский народ. Расслабиться и побыть собой вождь может только в редкие минуты покоя, ведь его день расписан по секундам. Хенкель силен и амбициозен, но в то же время жалок и смешон. Упасть с лестницы после грозной речи о евреях и бросаться едой в своего союзника, споря о введении войск в соседнее государство, вполне в порядке вещей. Такого человека сложно бояться, и именно в этом весь смысл персонажа, ведь преодолеть страх проще всего обратив его в шутку. Амир был серьезно пуган растущими аппетитами фюрера и не знал, чего еще ожидать. Второй персонаж – это прообраз бродяги, встречающегося в ранних работах Чаплина. Бродяга всегда был несчастным неудачником, прогибающимся под тяжестью жизненных обстоятельств. В диктаторе бродяга вжился в образ еврейского парикмахера, отвоевавшего на фронте. Все, чего он хочет, это снова открыть свою цирюльню, и это ему почти удается, но начинаются еврейские погромы. Позже в своих мемуарах Чаплин писал, что если бы знал правду о концлагерях и погромах в Германии, то никогда и не стал бы шутить на эту тему. Однако сатира вышла неоскорбительной и даже воодушевляющей. Бродяга, изображающий еврея-цирюльника, не плывет по течению, как всегда поступал его персонаж. Он не гнется под ситуацию, а идет против нее. Пускай даже с опасливой оглядкой. Это человек, который очень боится, но понимает, что надо что-то делать, и переступает через свой страх. Еврейская публика позже встречала фильм с воодушевлением, поскольку Голливуд тех лет не жаловал древний народ положительными персонажами. Многие считали, что фильм не выйдет в прокат, поскольку Америка тех лет пыталась еще хотя бы не портить отношения с нацистами. Однако Чаплин снимал картину на собственной студии из-за своей кровной. Чарльз просто не мог не вывести картину в прокат, ведь это сделало бы его банкротом. Премьера состоялась в октябре 1940 года, а до Франции фильм дошел аж в 45-м году, после освобождения Парижа. Лента также была предложена для проката в СССР, однако после закрытого показа для членов правительства Сталин дал низкую оценку художественным качествам картины. Кажется, он что-то понимал. Также фильм был лично послан фюреру, и тот увидел картину, что подтверждается свидетелями. Чаплин позже говорил, что отдал бы все, дабы узнать реакцию Адольфа. Эта картина стала манифестом против жестокости, чего только стоит финальный монолог, ссылку на который я оставляю в описании. Многим она подарила надежду, а сам Чаплин подвергся серьезной критике за свою картину. Но вскоре, когда все поняли, что за тип этот фюрер, никто уже не решался ругать ленту. Великий диктатор был внесен в национальный реестр фильмов США и получил пять номинаций на премию Оскар. Он стал одной из лучших лент великого Чаплина, который умел смешить и знал, что маленькие люди творят большие дела. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Art Blanche, а также поставьте лайк этому видео и не забудьте нажать колокольчик, чтобы не упустить новые видео. А также переходите в наш паблик, там очень много интересной информации о странных вещах из мира искусства. А у меня на этом все. Аддиос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok